Здрасте, короче, с вами Ушка. Начинаем с этого места не попросту, я все-таки купил себе новый автомобиль. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, как вы поняли, это Nissan Skyline R34. Что меня понесло? R34, E34. Что там еще есть? Прикол в том, что 33, регион 44, 33, 1,1. Короче, очень похожие номера. Вот, следующая тачка, наверное, уже будет либо E60, либо ER35 GTR. Вот, доставим мой 34, купил его в угарам, 3 семерочки за лям 550. Как он сказал, что он полностью F-T-шный. Если он полностью F-T-шный за лям 550, это вы, наверное, понимаете. У него цвет, тонировка, вот синий... Донатеры всякие. Вот синий дым даже есть. Вот это прикол, конечно. Звука, кстати, у Subaru. Skyline R34, Skyline R34, мне, в принципе, номер пофиг, может, потом и поменяем. Но он сказал, что он F-T, F-T стоит 500 тысяч, а с автоцелона он стоит лям 500. То есть, GTR ему вышел 2, даже больше, там, тонировка, вот это все. 2-100 ему вышел, а он продал мне за лям 550. А, надеюсь, он меня не обманул. Так что, давайте зайдем сразу посмотрим, что тут по двигателю. А, это малярные работы. Ну ладно, давайте. Вот это запоздала реакция, вот эти их. Давайте посмотрим сначала по двигателю, что там, по чем. Двигатель, трансмиссия, улучшение двигателя. 3-й стейк стоит. Отменить работы, так. Так, 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 хотя мы это все можем посмотреть и в чиповке, мы же поедем в чиповку, вот. Материал и покраска, матовая, эксклюзив, хром. Ну нет, классическая, топ, и я хочу, вот, не знаю, он синий, да, у него, обмена. Синий, это типа GTR-шный цвет родной, да, такой синий. Но я хочу либо белый, либо черный, либо красный. Вот напишите, что вам нравится. Именно с жопой надо судить. Вот. Красный, черный, белый. Давайте сначала сделаю белый. 900 тысяч, 90 тысяч, перламутровая краска, цвет материала интерьера. Салон меняется, типа. Нет, не буду. 90 тысяч за покраску, неплохо так. Так, двигатель, трансмиссия я не буду. Топ, оборудование. Может, тонировку изменить. Вот. А, ничего себе. А если вот так? Лобаж все равно в хлам, да? А если в пятерку? А, подожди, у меня пятерку. А, подожди, ну да. 35. Ну, типа видно. Ну нет, давайте поставим вот это. Пятерочку, потому что нормально. Те особо не отличаются. И все, что я хочу еще поменять, это колесные диски. Кстати, а что на него по улучшению подвески? Гоночная. Не надурил, не надурил так. Диски выбираем. Кстати, что я... А, у него не сток стоят? Я думал, у него сток стоят. В чем прикол? Я думал, у всех цены статические. То есть, тонировка 8, диски. Сколько на E34 было? 14, да? А, оказывается, чем дороже тачка, чем дороже диски. Вот. Давайте подберем какие-нибудь, может, интересные эквип. Что-то, конечно, с полочкой бы хотелось. Вот такие я бы подумал VBS и поставить для начала. Но я бы изменил немного радиус. Но, в принципе, они подходят вообще классно. Ну, еще здесь есть такие любимые диски-волки GTR-шные. Они тоже неплохо так смотрятся. 47 тысяч компатив. Блин. Ну, что-то с полочкой хочется, если честно. AMG Edition 1 подставить. Вот. Вообще идеально смотрится. Я бы колпачки только поменял на ниссановский. Было бы топ. Посмотрим, что по Васянам. Вот такие Vosson'ы, 20-е, китайские Vosson'ы. Нормально. Так, вот такие. Нет, это уже, конечно, не очень. А вот такие. Такие еще более-менее. Но самое лучшее мне понравились вот эти Vosson'ы. Третье. Ну, в принципе, тоже неплохо. Неплохо. Ашарье. Ой, я чуть не добавил в заказ на ряд. Такие вторые Ашарье тоже неплохо. Третье Ашарье не очень. Четвертое Ашарье. Нет. Бабасы. Вот Бабасы мне первые очень понравились. Так. Че у нас Бабас компоте? Ой, египтинг вот это. Нет. Волки. Адван. Ну, нет. Волки это, конечно, банально, но нет. Мне понравились, если честно, третьи Воссоны. Смотрится прям идеально. Добавить заказ на ряд. Так, назад. Цвет колесных дисков. Можно же изменить, да? Если их покрасить. А, нельзя. Ну ладно. Улучшение покрышек. Полистойки. Не смысл ставить полистойки. Колесные диски. Цвет дыма покрышек. Он 50 тысяч заплатил за цвет покрышек. Ну, дыма покрышек. Жесткий. Ладно. Покупаем. 47 тысяч. Третьи Воссоны. Ну все. Теперь раз ГТР на Воссонах. В принципе, что я хотел изменить. Все уже изменил. Диски цвет. Тонировку не буду. А, у нас же тачка закрытая. Нам надо сюда выходить. Еще пока что на сматруне добавили внешний тюнинг. Но будем надеяться, что скоро добавят. И этот ГТР можно будет сделать просто идеально. Достаем мой скр. Мертвых на Иках. С ГТРом одни проблемы. Знаете почему? О, кстати. Давайте посмотрим, что по салону. Мое любимое. Очень офигенно порисован. Так. Тахометр, спидометр. Все работает. ГТР-шный. Вот этот экранчик. С ГТР-шный. Кстати, нового скриншота. Не старого. Только вопрос у меня один. Почему Skyline лево-рукий? Ну ладно. Думал, уже будет право-рукий Sky. Вот. Что хотел еще посмотреть? Капот. Вот это все мы не откроем. А! Звук от Subaru. Я вам сейчас погромче сделаю. Вы слышите? Это не Sub... Это оппозитный звук. Это не RB-шный. Короче, когда назад едем, вот светит тоже фонарик. Вот видите, у каждого чип-чунинга свое помещение. Вот это прям прикольно. Как заезжаем. Бай нажимаем. Stage 3. Turbo 2. КПП Stage 2. Гоночная и 6 поршней тормоза. Не 8, кстати. Вот здесь можно изменить трансмиссию, тормозную систему, колесные тяги и подвеску. В принципе, можете посмотреть, это идеальный чип. Вот. Покопировать. Я нашел пацанов на ланцере. Он прям очень управляется, не закидывается и хорошо едет 0-100. Потом можете зайти в сохранение, написать название чипа и сохранить в памяти. Он будет вот так вот отображаться. Так, спидометр не убрать, да? Ну, в принципе, вообще, вон, какой кайф. Просто вот так вот сделать. Вот. И скриншот. А? 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 Запускаем двигатель. Смотрим 0-100. Все, поехали. Вот сотка. 150, 180, 210, 244. И мы уперлись в максималку. Почтенить транспорт на такой скорости ты в своем уме. Вот так. Вот, 244 он валит. Написано 245, и валит 244. Такое, в принципе, прикольный Sky. Только с ним были проблемы. То пропадали сзади колеса, то не было звука, то был звук с двух сторон. И нету фар. В смысле нету фар? В прямом, если вы вырубаем фонари, да, вот на троечку. На дороге ничего не отображается. То есть, они не подключены. Такая вот дичь. А если вот ездить по городу, это просто идеальная тачка. Вот зашел поворот и поехал. На этом все. Ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Пишите по поводу этого Skyline, по поводу модельки. Моделька вообще топ. Вот. С вами была Вушка. Всем удачи. Всем пока. Я уехал.